Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире очередные кандидаты в выборах 2018 года Национального собрания Республики Западной Армении. Официальное объявление. Владимир Путин и Никол Пашинян встретятся в Москве 8 сентября. В Сирии необходимо восстановить около 4000 школ Шайгу. В Турции зафиксирован рекордный за 15 лет уровень инфляции. Иоаннис Чадзе Лифтерию выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах Национального собрания Западной Армении 2018 года. Следует отметить, что выдвижение кандидатов в Национальное собрание Республики Западной Армении этого года началось 1 февраля 2018 года и состоялась церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен представить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. Национальное собрание Республики Западной Армении. Парламент состоит из граждан Республики Западной Армении. Наличие паспорта гражданина Западной Армении является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно представить как минимум 200 подписей граждан Западной Армянской Республики. Добавим, что еще одним кандидатом в выборах 2018 года Национального собрания Республики Западной Армении стала Василики Цацамба. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала Западной Армении. Правительство Республики Западной Армении обращает внимание армянской общины на подробности уголовного преступления. В первую очередь мы подтверждаем, что указанные ниже лица не имеют никакого отношения к Национальному совету Западной Армении, правительству и парламенту. Одна из самых важных проблем – представить нашим соотечественникам все истины и факты, которые напрямую связаны с возможными угрозами. Именно поэтому мы публикуем фотографии преступников, которые своими заговорами наносят ущерб не только правам истории и политическому коллективному предназначению Западной Армении, но и незаконно эксплуатируют названия правительства и государственных структур Западной Армении, искажая и вводя в заблуждение коллективное сознание, служа только и только врагам нашего прошлого и настоящего. Фальсификаторами являются Тигран Пашабезян, Армен Терсаркисян, Арменак Армантян, Тигран Арутюнян, Саида Аганян, Диана Григорян, Давид Хиноев, Радик Хамоян, Петровский Шишоглян, Врешкосян и другие. Они обвиняются со стороны Национального совета Западной Армении в качестве мошеннической преступной группы незаконных эксплуататоров Западной Армянской Республики. Единственная цель этого преступления – нанести удар не только по официальным и настоящим выборам Западной Армении, которые состоятся в декабре 2018 года, но и препятствовать работам единственного истинного и авторитетного государственного устройства, которое защищает права Западной Армянской общины во главе с Арменаком Абрамяном с 2004 года. Мы призываем всех тех, кто обманут и удивлен, увидев свои имена и фотографии в списке обвиняемых, как можно скорее обратиться к властям Республики Западной Армении с помощью следующей электронной почты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и глава Армении Никол Пашинян встретятся в Москве 8 сентября. Об этом пишет газета «Известия». Около 4000 школ необходимо восстановить в Сирии. Как передает Армен Пресс со ссылкой на Рея новости, об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на празднование десятилетия пенсионного воспитанниц Минобороны России в Центральном академическом театре российской армии. Перед отъездом сюда я смотрел отчет, насколько готова к началу учебного года образовательная система многострадальной Сирии. Надо восстановить еще примерно 3,9 тысяч школ, сказал министр. Он также отметил, что начали учиться дети в примерно 14 тысячах школ, которые удалось как-то восстановить за это время. Инфляция в Турции достигла наивысшей за последние 15 лет отметки и составила 17,9%. Об этом пишет хроника «Инфо» со ссылкой на news1.ua. В августе потребительские цены выросли на 17,9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Это наибольший прирост с конца 2003 года, когда в июле инфляция составила 15,85%, говорится в сообщении. По данным управления статистики Турции, больше всего выросли цены на транспорт 27,13%, продукты питания и безалкогольные напитки 19,75%. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «О Рим. О Рим» в исполнении Анушару Тюнян. Субтитры создавал DimaTorzok «О Рим» в исполнении Анушару Тюнян. Полная версия видео представлены на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.